друзья всем привет привет я дома уже третий день дома и третий день я болею но сегодня я уже встала все два дня я вообще пластом лежала просто удивительно как меня подкосило температура была высокая горло но горло до сих пор болит очень болели мышцы и все суставы и зубы и и голова и не могла себе положение на подушке найти мне все как будто я отлежала голову ладно про плохое забудем сегодня уже встала на ноги уже вот готовлю сходила даже в магазин в магазин пошла потому что мне надо было три картошки купить и вот с одной сейчас варю супчик суп с фрикадельками фрикадельки меня были заготовлены еще давно вот хочу рассказать про капусту вот такая капуста пекинская она мне вытянула на 43 рубля такой тяжелый кача качанчик вот хочу очень сильно капустный салат но у нас такую капусту продают она просто деревянная я вспоминаю как у меня в горнолатайске росла капуста пусть даже небольшие вилки средние были всякие были да но не срываешь в такую в октябрьскую погоду и настолько сочная с нее сок брызжет даже сок как-то пила с капустой здесь было качанную капусту я не могу найти вот бывает знаете как по весне раннюю раннюю привозят откуда-то с узбекистана или не знаю откуда она да она сочная хорошая а потом все вот просто деревянная и в магазине брала и на рынке и вот даже варить начинаешь там где-то в борще до или тушить она долго долго тушится она твердая прям ее начинаешь мять и она даже не мнется поэтому я взяла пекинскую все сделаю салат зеленый лук капуста горошек взяла и растительное масло вот такой салатик а и огурцы туда огурцы пока у меня есть вот эти листики можно конечно использовать на голубцы но я не буду мне курочка тоже надо вкусняшки давать я обычно такие наружные листы я отдаю курочкам хорошие да тоже хорошие это я пью коллаген во время еды на обед у меня куриная грудка и салат друзья маленьком не получше стало и могу вам рассказать как мы доехали с поля обратно проснулись мы утром по прогнозу значит был дождь и сильный ветер 15-20 метров в секунду я знала этот прогноз когда брала билеты самое главное что у нас было два дня теплых а потом третий день у нас был вот такой прогноз но в адрере не всегда сбывается прогноз бывает короткий дождь там и потом прекращается то есть ну такая непредсказуемая погода в итоге ночью накануне такая молния была такая гроза такой ветер поднялся сильный и несмотря на то что вечером море было штильное люди отдыхали допоздна сидели на пляже я все смотрела в окно на них где-то до полуночи наверное все не могла уснуть они отдыхали там сидели компаниями прямо на берегу утром же в 6 утра или в 5 я выглянула в окно и увидел что волны аж до самого до самой набережной докатывают то есть такой шторм был сильный я легла уже не спится и думаю а куда мы с поля пойдем а что мы будем делать в принципе у нас программа еще не вся культурная закончилась я хотела ее прокатить в на кораблике денег на яхте то есть поехать сочи порт и там прокатиться но при таком что мне понятно что ни о каких прогулках морских речи не может быть потом думаю в бассейн пойти в открытый но это смерти подобно потому что как раз ветер будет на бассейн то есть не от стены а вот сюда прямо на бассейн с морем поэтому тоже не вариант хотя вода там теплая я полю разбудила и глюпой поехали говорю домой хотя у нас на вечер был поезд на ночной поезд был билеты были билеты мы быстренько собрались сдали свой номер нам вернули залог мы там две тысячи платили кстати не сказала три с половиной тысячи стоит номер за сутки этот стоил у нас вот мы его оплачивали за двое суток заранее бронирование ой заранее заселение я платила полторы тысячи можно было до вечера продлить я у них спрашивала тоже полторы тысячи ну а смысл лежать в номере пялиться в телевизор ну в карты вы поиграли ну порисовали но не весь же день в общем решила ехать домой а еще когда собиралась я заметила что когда наклоняюсь у меня такой знаете как нестабильность в глазах это как при температуре начинающейся думать чё к чему давление от всегда нормально все хорошо то есть я не могла понять что это и в голове как-то не очень было но все и мы поехали приехали в адлер на вокзал на автобусе там буквально пять минут ехать взяли билет только приехали через 15 минут наша электричка уже идет билетов до краснодара не было еще по интернету посмотрела в отеле до краснодара не было от адлера но были билеты до туапсе на одну электричку и на другую электричку от туапсе и до адлера и пересадка там в туапсе два часа погуляем как раз там может быть там дождя не будет вот в итоге мы поехали с ней с собой еду взяли перекусили мы в общем доехали до туапсе шторм все тише 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 но ветер не унимался и когда мы приехали в туапсету было шикарная там погода без ветрием но мы много времени потеряли сдавая билеты в кассу наши билеты на ночной поезд и также большая очередь была на покупку билетов на электричку очень медленные кассиры это просто не высказать но в итоге у нас с поля осталось 40 минут от пересадки нашей мы пошли в столовую там покушали на поле поела и все едем дальше и в горячем ключе вдруг я понимаю меня накрывает температура прям конкретно я вся горю у меня начинает суставы ломить все мышцы болеть все болит я думаю моё какая я молодец что не стала ждать ночью ехать на поезде ночью и только утром мы приехали на следующий день в коснодар хорошо что у меня только начинается вот эта лихорадка и мы уже почти дома маша позвонила что мы едем встречаем электрички и маша встретила полю на их остановке а я дальше поехала в нашу машастовку вот там михалыч уже не встретил и когда меня встретил меня уже вот так просто колотил и хотела и было тепло одета а еще не сказали перед отъездом мы в адыре напротив южного взморья зашли в магазинчик маленький я видела там черчево думаю ребятишка надо что-то взять и взяла там шесть штука по 200 рублей мы прям такая большая и цвета у нее естественные там киви кокос персик были такие брала с грецким орехом ребятишка и посмотрела у них гранаты по 200 рублей вот прям на гранат который купили за 750 или за за 700 сейчас не помню такого же размера и я подавщица говорю женщина она постарше меня я говорю слушайте но на центральном рынке в адвере такая цена на гранаты 700 есть 800 и полторы тысячи ну там за полторы вот такие огромные гранаты я даже боялась спросить хурма почем и она мне говорит они совсем там охамели выбирать подище утром были век ну да утро только открылись покупатели гберд мало было ну да они вас гбд обманули но нет таких цен у не может быть я так я даже спасибо я чё такие дорогие то и про мандарины я спрашивала почему такие дорогие они зато сладкие не ну что сладкий да не обманули а вот и женщины по 200 были мандарины и по 200 были гранаты так конечно красиво на центральном рынке все такое яркое сочные такие ароматы это еще в рыбу не заходила в эти в копчености всякие потом эти салаты сыр и самодельные продают я уж туда даже вообще не пошла мне этих планов не было но даже вот эти фруктовые развалы как они сказать развалы мне зелень нужно было потому что я зеленью я питаюсь вот ну в общем вот так а и что еще хотела сказать вот забыла же ну в общем приехала домой и сразу спать меня михалыч укрыл там четырьмя дерюшками меня все равно колотила потом все-таки согрелась ночь практически не спала какое-то полузабытье какое-то непонятное состояние пью только воду горячую воду а потом чай себе заварила китайский с лимоном сделала бутылку поставила ты убила ее в общем ночь намаялась и опять же утром подумала как хорошо что мы не стали ждать нашего ночного поезда уехали электричками домой я бы просто я не знаю на второй полке во первых меня вторая полка было поле боковушка нижняя была на обратную дорогу я бы не знаю как я там я вертелась я вся мокрая подушка у меня мокрая мне до сих пор кстати голова мокнет все время вот чего бы я ни делала покушала например голова мокрая где-то сходила прогуляла сегодня в парикмахерскую ходила голова мокрая но сегодня уже более-менее себя чувствую единственное что горло горло болит при глотании а так температуры уже нету кашли нету насморка нету но его и не было в принципе этого насморка в общем такая ситуация маша звонил эти все дни переписывались я бы как там поле если переживала но вдруг это заразно доката вирус какой-то я не знаю купались вместе как я могла простыть а поле не простыть но иммунитеты разные ладно на это скидку делаю в общем два дня я пластом провалялась и вот сегодня я встала уже все я ну не то что огурчик я уже сегодня полила в теплице по мне горошек зашел я уже ходила курочкам сейчас за яйцами пешком до парикмахерской обратно в общем-то нормально вот так мы съездили съездили удивительно хорошо я надеюсь вы посмотрели наши все выпуски очень понравилась поездка вот не порадовали вот цены на фрукты вообще не порадовали у нас здесь в краснодаре я видела где-то неделю три назад по 180 мандарины такие же крупненькие вот сегодня ходила в магазин я не обратила внимание есть они там или нет и почем но вот вижу зрители уже пишут что в краснодаре по 150 мандарины ну может быть они мелкие я не знаю не была давно на рынке может быть завтра я зайду туда меня завтра там буду ну в общем вот это только не понравилось отель понравился тихо хорошо уже одни на четвертом этаже тепло вода горячая матрасы очень мягкие прям вот я спала там очень хорошо я рада что я съездила с полей поле конечно же когда мы едем обратно на прям несколько раз бабуль ты следующий раз когда на отдых поедешь ты меня с собой возьми так подожди говорю теперь очередь тинки на она говорит ну нет бабу может школе ксюша тоже школе я бы я же вас по очереди вожу нагадал не согласится и туда ксюшу повезу она тоже школа наша занятая только я в школу не хожу мне можно я тут из нашей станицы он собрала посылочку сейчас володя приедет так вот яйца огурцы лук зеленый нарвала редиску сейчас хоть еще щавель пойду на рву перец нарвала вот перец у нас есть яблоки это соседи угостили ну и тут тоже вкусняшки всякие банка перевернулась он мне кольцо грязно не обращайте внимание мне сил нет я дома пропылесосила и все у меня в пот в жар бросила на улице хорошо знаете ветер такой южный аж горячий двадцать семь или двадцать шесть градусов сегодня вот но тут марусе чай передала в общем пойду еще щавель принесу а вова инструмент привезет еще мобзик ему надо будет там взять и папы электрический ладно щавель сейчас нарву про него забыла совсем плохо живем до станицы да отлично живем выпустила своих архаровцев погулять травку пощипать нет сейчас пока пособирала гостинцы все настолько устала мокрая вся нет пошла все отсиживаться отлеживаться вот это вирус так вирус я не думаю что это простуда какая-то это реально какой-то тяжелый вирус прицепился михалыч тоже заболел вчера вечером зачихал закашлял по это ли я сказал это то ли нет не помню уже что снимаю вчера вечером закашлял и горло у него схватило сильно но без температуры больше горло его беспокоит кашель иногда я вареном обед я то я то есть уже хочу и могу у тебя на что михалыч говорю я буду есть примени когда я с температуры лежала мне вообще ничего не могла есть два дня не ела так ему 12 мне восемь не знаю схеме их не съем но очень хочу пельмени пить ему даю сама тоже пила эти дни малиновые морс делаю просто вот у меня перекрученная малина с сахаром и я завариваю кипятком там у него стоит уже на стульчике вот такой мне обед получился михалыч чуть побольше конечно но все приятного аппетита нам друзья всем доброе утро это уже следующий день сегодня у нас ветреная погода прям такая пасмурная но тепло ветер очень теплый прям хорошо под стирку если настираю настираю так что хочу сказать что хочу сказать сказать я хочу что михалычу получше температура прямо у него хорошая я думаю что у меня такая же была высокая так что и сегодня сделала сделала я собрала перец вчера вове отдала также наверное чуть поменьше а сегодня все уже собрала все остальное там плохой перец но все уткам михалыч кашлит уткам все перекидаю курочкам почищу там где перец растет и помидоры надо по выдергать в огороде а перец этот сейчас порежу я уже помыла почищу порежу в морозилку мой вкусный ужин 100 грамм грудки куриный и салат салата больше получилось ну что михалыч не поел свою дозу я мясо отложила в холодильник а салат его к себе сгребла его можно много кушать не сижу смотрю тут блогеров разных друзья доброе утро мой завтрак яйца я делаю себе на воде сковородке на немножко воды добавляю не на масле и салат каждый день стараюсь чтобы салаты были такие посочнее по разнообразнее но чем ближе зимать им конечно сложнее их делать в плане что не всегда есть продукты ну по крайней мере огурцы у меня пока есть я рада и они сочные михалыч еще чай не допил ему варила манную кашу с изюмом он даже булочки не может сейчас чаем поезд не знаю я уже их в холодильнике просто храню чтоб не протухли ладно приятного аппетита сегодня хотела вернее планировала но может это и будет после обеда не знаю пойти в огород работать но знаете я проснулась у меня такое ощущение что у меня нет давления это номер включая он не работает его сто лет уже не включала кашля нету кстати это просто в горле там скопилось все слизь михалыч пропотел ночью и вот это мокрое одеяло насквозь новое одеяло благо у нас 7 на улице 28 вынесла на улицу и вот пока курочкам дала собаку с кошкой покормила напоила и все я пришла я вся мокрая опять переодеваться это вообще жить какая-то мне кажется и бледная какая-то вот хотела давление смирить а не мериться сейчас еще раз попробую очень слабость жучайшего то мне вчера также утром было но потом покушала и все прошло прям как рукой с него мне даже ехать хотела сегодня в огороде все высохнет в обед сейчас с утра туман или там роса не знаю сыром очень заходить там не надо идти помидоры старую брать ботву немножко осталось перец морковку убрать свеклу убрать хотела оставить а михалычу же потом пахать надо будет вам все равно это место запахивать как свеклу оставлять морковку но вытащу ладно и хочу там трава наросла сеткой загородить здесь вот эту часть двора где у меня цветы и выпустить курочек уточек не крыси вами в огород а к нам бакару чтобы они у нас траву всю поели мне помогли в этом плане до запашки такие там березка заплела я что убирала траву а березка смотрю вчера на все прямо плела 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 думаю почему я выкидывать курочки сами уточки съедят и мы сегодня с михалычем ой спина мокрая сниму жилетку там разденешься вроде прохладно чем выкопали свеклу выкопали морковку свекла легко дергалась морковка тяжело и хочу показать я мастер городушек привязала вот калитку с сеткой к забору а к сетке уже вот так калитке уже вот так сетку все приперла выпустила курочек они теперь у меня сюда не попадут где цветы где мне тюльпаны посажены а вот смотрите травы то много сочная травка они уже рис ванны все там выскребли до основания можно сказать теперь пусть дома помогает мне помощнички мои да девчоночки давайте грузите травку вот так отлично а там где копали к морковку мы с михалычем ох там они как начали рыть как начали рыть так что до пахоты они у меня будут тут полоте 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 молодцы девчонки давайте старайтесь набирайте витаминов да все чудесно на славу и сегодня поработала убрала там все ботву в кучку сложила перец весь убрала помидоры сил сил скажу я вам много уходит поработаю посижу со стульчиком работала вот он мой стульчик вот еще одна моя помощница да девчоночка моя вот мой стульчик сняла у курочек сетку сейчас эти веревки уберу смотаю хорошо и надо будет мне еще сил набраться и морковку помочь ну ничего я это сделаю пока тепленько в теплицу меня огурцы так и растут каждый день урожай собираем лучок рву нет надо надеть без рукавку сразу холодно стало спине не то что холодно чувствую как ветерок по мокрой спине гуляет вот так и живем михалыч выходил немножко на солнышке со мной поработал все пошел ему еще тяжелее я кстати сегодня прочитала в краснодарском крае на кубани из 80 процентов урви ой и 100 процентов урви 80 процентов свиной гриб поэтому наверное так тяжело я просто хочу сказать что так давно и урви вот так сильно не болела даже кто на корона мне полегче показалось и у меня еще до сих пор так и получается что сладкое все во рту чтобы я не кушала мне все сладко сладость какая-то стоит там внизу по низу у нас все виноград есть который мы не собирали сейчас они повыщипывают ягодки любят виноград очень давайте девчонки копаете все можно прошлась забор проверила где кошки раскопали там тоже сетка сделала эти вставила шпильки такие укрепила сетку все хорошо так что к соседям они никому не попадут только наш огород пусть обрабатывают молодцы девочки вкусненькая травка да тут то вообще на все время сырость у нас стоит нет винограда тень здесь очень сильная трава такая прям сочная ладно пошла морковку мыть свеклу мыть силы еще будут что-либо показывать или интересное что-то я конечно же покажу а так не знаю наверно если на сегодня все